Здравствуйте, дорогие наши участники, наши коллеги. У нас очередное новшество в Zoom. Мы тут пытались разобраться, но самое главное, что презентацию мы включили, а видео мы вам уже можем дать ссылочки. У нас сегодня с вами очередная презентация Skyward Community. Меня зовут Олег Тарасов, мой помощник Алексей Новмович. Я приветствую постоянных участников нашего вебинара. Очень рад всех видеть. И раз уж мы не посмотрели видео, мы сразу начнем тогда с презентации. Презентацию тоже по-другому. Меня зовут Олег Тарасов. Сегодня у нас опять получилось... Я сначала вел 07.07.21. Сегодня 21.07.21. Тоже зеркальная такая дата. Тоже очень интересно. Ну что? У нас тоже, как говорится, много событий. Но сегодня у нас такая расширенная презентация. Поэтому я немножко объединил предыдущие презентации, новые, то есть новости, которые вышли. И, значит, прежде всего такое, значит, позитивное такое предложение, что чем ближе презентация Skyway на Expo 2020 Дубая, тем больше материалов в проекте появляется в крупных СМИ. На этот раз кадры струнного транспорта показали в эфире румынского и американского телевидения. И я вам сделал такие скриншоты. Вот, действительно, вот она такая девушка красивая. Вот она, румынка. И, действительно, очень ролик красивый. Я даже его выставил у себя в Инстаграм. Он там... Вообще она рассказывает о том, что вот есть такой транспорт, который решает проблемы. И очень красивые съемки. Там, вот если у американцев они где-то до минуты идут, то на румынском телевидении там вышло около трех минут. И там еще ночная съемка, действительно, она завораживающе смотрится, как они в Эмиратах. Вот наши скайподы движутся по такому струнному рельсу, который светит за таким синим огнем. Очень красиво, таким синим светом, в общем-то, завораживает. Ну и, как вы видите, вот там было 5, целых 5 репортажей с американского телевидения. И вот здесь пишут High Speed Pod. Это, значит, высокоскоростная капсула, вот такой на Fox News. Вот здесь вниз написано, футуристические капсулы помогут, значит, облегчат трафик, облегчат движение. Вот, и еще написано, футуристические капсулы помогут городам решить их проблемы с трафиком. Вот такие заголовки были вот на всех вот этих вот, значит, каналах. И, конечно, это очень приятно, потому что моя ума, допустим, живет в Америке. И я сразу ей отослал вот такие вот, в общем-то, 5 видео сразу. И, конечно, это взрыв эмоций. Она говорит, о, пойду покажу неверующим и так далее. Вот, поэтому это все очень здорово. Ну, я сегодня включил вот ту презентацию, то есть не ту презентацию, а которая она у нас есть на сайте. И до этого я даже, вы знаете, никогда не использовал вот эти слайды, потому что они, в общем-то, многие рассказывают, по них показывают. Но я почему-то решил сегодня именно использовать эти же слайды, которые были уже старые презентации, потому что обычно я люблю новые фотографии. Но в этот раз я решил все-таки по-новому взглянуть на вот эти фотографии, которые действительно очень четко отражают все проблемы нынешнего транспорта и вообще нынешних городов. И как мы видим, вот действительно такое вот столпотворение транспорта, да. В общем-то, смешались люди кони, как в том классическом произведении, да. Вот у нас смешались, в общем-то, транспорты, действительно люди, города и так далее. И, в общем-то, уже непонятно, кто, где и как, кто для чего и как живет, называется, да. Железные кони люди. Вот. И вот действительно о чем говорит Юницкий в своих трудах. И действительно, что вот полтора миллиона людей гибнут ежегодно от автомобилей, да. И это перевешивает все, все катастрофы, которые на поездах, кораблях, самолетах, в общем-то, производственный травматизм, стихийные бедствия, военные конфликты, террористические акты. Вы представляете, то есть самый, о чем мы и говорим, что самый главный убийца на Земле в данный момент – это автомобиль. Вот. Поэтому, конечно, как ни печально, как говорят, это средство передвижения, но это еще и средство, которое, в общем-то, приносит очень много горя. Вот. И в моей жизни это тоже, скажем так, не прошло в мою семью мимо. У меня папа разбился, когда мне было 18 лет. Также у меня брат мой двоюродный разбился вот на машине и дядя. Вот. Так что вот, в общем-то, вот такие три смерти. Я в моем тоже окружении есть люди, которые потеряли либо кормильца, либо там дедушку, там отца, мужа и так далее. То есть очень много, конечно, мужчин гибнут вот по такому стечению обстоятельств, что используют вот автомобиль. Вот так вот грустно. Ну, опять-таки, вот эти кадры, да, когда вы потом поймете, почему их используют. Во-первых, потому что они уже как-то у нас в памяти отложились, да, эти кадры. Вот. А во-вторых, что действительно тут отражает все. То есть здесь вот и снежная буря, здесь провалы вот размытые, да, здесь песок, как сейчас в Эмиратах, все это заметает. И действительно, это все есть, это никуда не делся. Этот год продемонстрировал действительно все вот перипетии вот этой вот природы. И как одна шутка есть, что Бог никак не решит, то ли нас полить, зажарить, то ли нас утопить, да. Вот у нас такие перепады, в общем-то. Ну, заморозить тоже было. Ну, вот сейчас лето, именно действительно. То топят все, то... И сегодня мне вот Кума рассказывала с Америки, что говорит даже где-то там вот в странах, вот регион этого северного, да, менорегиона, вот, там даже, говорит, вот плавились вот этот вот пластик, там фары плавились, говорит, есть такие картинки на Ютубе, то есть эти ролики, когда там в Кувейте или где-то вот плавятся автомобили. То есть, потому что у них там около 80 градусов получается. То есть, если у нас тут было вот 35, то ты, ну, на солнце там 45, да, то вот в этих странах, где обычная температура 45, у них там под 80 поднималось, 70-80, и вот даже не держал такой вот пластик. Вот этот такой год. Ну, вы сами видели, мы в прошлый раз вам показывали, что и Минск затопило, и Крым затопило, и Краснодарский край затопило. Я уже не говорю там про Японию, про Америку, Германию затопило, в общем, Европу все затопило. Вот такие вот вещи наряду, в общем-то, с пандемией, наряду, значит, с жарким солнцем, вот, и вот такое творится. Ну, естественно, про экологию я тоже говорить не буду. Вы знаете, что источник всех вот этих вот экологических катастроф, это тоже является транспорт, это топливо для транспорта, добыча его, вот, поэтому кадры эти мы несколько раз уже видели, а может, и много раз видели, вот, и решение принес наш любимый, дорогой, дай бог ему здоровья, Анатолий Эдуардович Юницкий, создатель транспорта Skyway. И вот, действительно, после всех этих кадров хочется сказать о философии Skyway. Транспорт должен быть решением проблем, а не их источником. И система Skyway переносит грузопассажирские потоки в отдельное пространство на второй уровень. Вот такое было принято решение. Ну, скептики скажут, ну, дорогой мой, так это уже давно, вот, принято такое решение. Вот у нас есть одна картинка, вот у нас есть поезд, мчится по такой вот, тоже на втором уровне, да. Вот, действительно, транспорта много, человечество решает эти проблемы, и уже, в общем-то, наверное, как только пошел вот эти вот железные кони стали двигаться в виде, там, автомобилей, в виде, там, поездов, паровозов, допустим, да, вот, электропаровозов, электровозов, как называется, электричек, да, вот. Вот, и, действительно, вот в Германии у нас вот Оля, моя сестра, она там живет, как раз она там прям была, у нас есть даже видео, как она там присутствует, вот это вот. И, в общем-то, да, тоже второй уровень, вот вдоль речки вот такой-то изгибистой, в общем-то, вдоль реки пустили вот такое вот транспортное средство, не помню, как называется, если Леша напомнит, вот. Но оно действительно есть, оно движется не очень быстро, но, в общем-то, относительно так вот смотрится, в общем-то, даже неплохо. Вот такой в Китае есть поезд, тоже вроде бы второй уровень, вы тоже видите вот эти вот колонны, которые вот в такой виде гармошки, там, довольно-таки интересный такой транспорт, вот движется, да. Есть вот фуникулеры, есть канатная дорога. Действительно, в общем-то, можно сказать, что много того, что не только есть автомобили, есть вот такие вот замечательные транспортные средства. Но чем же все-таки вот Skyway лучше, вот. И опять-таки же вот в этой вот первой презентации, которую я, как всегда говорю, Леша, невозможно смотреть одно и то же там на протяжении там пяти лет, вот. Я в очередной раз, перечитывая книгу, то есть пересматривая эти презентации, я, в общем-то, опять-таки наткнулся на вот такие вот картинки. И я вам тоже их хочу донести. Вот традиционная эстакада, да, это может быть мост, это может быть железнодорожный мост, это может быть автомобильный мост. И вот мы видим, какие стоят, в общем-то, чтобы выровнять вот эти вот изъяны рельефа, тут и горы, тут и реки, в общем-то, тут просто канавы. Вот, в общем-то, инженерная мысль вот пришла к такому выводу, что вот так нужно ставить вот такие вот сваи, вот это бетонировать все, потом сверху уложить огромные такие вот тоже перекрытия, балки, которые действительно вот, как Анатолий Эдуардович говорит, что вес этой балки он давит ровно посредине. И вот это вот, в общем-то, сама балка, она, в общем-то, опора вот этой вот держит именно в первую очередь эту балку, а не тот транспорт или тех людей, которые движутся по этому мосту или в данном случае вот по этому перекрытию. Да, в общем, сама балка очень тяжелая, громоздкая, соответственно, вот эти сваи тоже должны быть громоздкие. Вот, Юницкий предложил уменьшить вот эти вот балки, да, сделать их не тяжелые, а просто сделать вот такие вот небольшие. Да, это первый шаг. Второй шаг, соответственно, раз не нужны такие вот вот такие балки тяжелые, значит, мы можем поставить уже не такие сваи вбить туда, да, вот такие вот красивые. Но ноу-хау в чем? Я вот это тоже долго занимался-занимался, и, в общем-то, до меня дошло только полгода назад, что оказывается ноу-хау и патент заключается в том, что вот эти, скажем так, балочки эти, они не просто балочки тоненькие-маленькие, как я вам показывал, кстати, вот я не нашел вот это вот в своей опыте, что я показывал, ну, в общем-то, вы и так поймете по этим рисункам, что вот эти балки, они должны быть не разрезные, а цельное, цельное вот это вот, в общем-то, полотно, вот, и оно должно быть натянутое, то есть его натянули. А раз его натянули, его нужно закрепить, и вот это по краям получается, тогда у нас вот эти вот самые главные балки, которые, да, вот они тоненькие, мы их закрепляем, это называется у нас, скажем, анкерная опора, то есть у нас А анкерная опора и анкерная опора Б, и, соответственно, вот эти вот внутри, которые находятся, их можно просто убрать. Так вот, дорогие друзья, вот это ноу-хау, который привнес в жизнь, принес, додумал, придумал, сделал и осуществил, Анатолий Эдуардович Юницкий видится вот так. То есть одна и та же нагрузка на рисунке левом, где натянутая струна, и та же самая нагрузка на рисунке правом. То есть одинаковое количество грузов можно перевести по одному и другому транспорту, но теперь сравните, как это выглядит, сколько нужно материала, да, в одном и другом случае, и как быстро можно построить одну, скажем так, дорогу, и как можно построить другую дорогу. В общем-то, не будучи даже инженером, можно понять, что именно левый рисунок, это действительно делается очень и очень меньшими затратами, то есть там в разы просто, там даже в десятки раз, вот, нежели на рисунке справа. Это понятно? Поставьте плюсики, как я люблю говорить. Да, на самом деле совершенно верно. Вот это вот надо вам понять, потому что люди спрашивают, да, что такого там уникального, там, вот, спасибо за плюсик, вот. Я вот это, когда вот начал осознавать, вот, понимаете, вот эти вот простые рисунки, которые когда пролистываешь, пролистываешь, ну, вроде все понятно, все понятно, но я вот решил вот так вот, когда совместить два рисунка, и вы сейчас видите очевидный факт. Левый и правый. Далее пойдем. Хорошо. И вот во-вторых, что же там за такая вот замечательная струна? Так вот, сама струна – это не струна, а это струны. Струна, их несколько, пучок струн, да, на данном рисунке шесть. А этот еще шесть, они состоят из семи еще, да, и так далее. То есть это очень-очень четкая вот эта струна, которая находится внутри так называемого рельса, да, у которого есть головка рельса, по которому будет двигаться также стальное колесо по стальной головке рельса. Есть корпус, да, и есть наполнитель. И вот этот наполнитель, он снижает шумоподавление, он укрепляет стенки, он консервирует, да, он фиксирует струны и так далее. То есть вот это вот, это ноу-хау. То есть это не просто там вот, знаете, я не знаю, там, какую-то взяли металл, натянули и так далее. Это действительно очень, как вот Алексей правильно сказал, с одной стороны очень простая, но с другой стороны гениальная, гениальная, гениальная конструкция. И вот этот рельс, он является ноу-хау, и является запатентованным и запатентованной, вот, скажем так, вещью, которую, в общем-то, придумал наш гениальный конструктор и сейчас воплощает жизнь. Вот. Это мне пришла аналогия, как кнопочный телефон. Я бы даже сказал, не кнопочный, даже, Леша, телефон, а шнуровой. Кнопочный другой. Работает и работает, да, вот как я сегодня вот пришел к деду, у него, допустим, да, набрал там кнопочки, вроде, да, вот шнур, вот это самое, позвонил, вроде там тоже тетя ответила. И насколько разница, в общем-то, да, когда ты берешь свой тачфон, смартфон, там, по-разному его нужно называть, там, айфон, там, у кого-то там, там, андроид, у кого-то и вот, там, все. Но здесь куча мессенджеров, фотографии, видео, в общем-то, все, телевизор в руке, да, телевизор в руке, который можно найти и так далее. То есть, действительно, еще, когда у нас GSM сделал, это 2001 год был, Велком, да, и когда вот эти были кнопочные телефоны, в основном, Nokia, да, 3310, там, я не знаю, у кого-то было 80, там, там, 210, кажется, у жены моей, там, что-то какое-то самое крутое, там, маленький был, да, все такое на то время. Это все было очень интересно, да, вот. Но я говорю, сейчас, ну, кнопочный телефон – это просто отстой, да. Так вот, я говорю, что пришло время и менять все в транспорте. Поэтому, помимо этого всего, что вот уникальность, вы знаете, что Юницкого, я там уже боюсь даже дальше рассказывать, что не то, что боюсь, я просто говорю, временем очень много уйдет. Но даже вот с этой дорогой вот этот рельс уже уникальный. И то есть у нас жесткая, полужесткая, и есть гибкая, да, подвесная вот эта вот дорога. То есть, они для разных. Если жесткая, это, допустим, для скоростей 500 км в час, для вот этих Юниконтов, которые будут ездить. Если полужесткая, это тоже, может быть, где транспорт вот городской движется, и вот эта вот провесная дорога, как лучше называется, жесткая, полужесткая и гибкая, да. Это вот, допустим, если надо водную преграду, там вот 2 км, 3, 5, вы знаете, очень много есть вот мест, где, ну, не очень надо на большом расстоянии там поставить. Допустим, 3-4 км надо поставить между берегами. И вот это тоже способствует. То есть, не надо вот эти сваи там ставить где-то в русле реки, переграждать и так далее. То есть, вот понимаете, насколько освобождается. Вы представляете, 5 км между двумя анкерными опорами. Это фантастика. И будет двигаться вот этот вот транспорт наш со скоростью 150 км в час. Ну, то есть, я говорю, что это предвосхищает просто. Я очень жду, когда такие вот расстояния уже не будем. Мы просто вот по километру ездить, как в Марьиной горке, да, или вот сейчас 400 метров сделали в Эмиратах. А именно вот такие расстояния, когда ты будешь действительно наслаждаться, как вот птицы полетом, мы будем наслаждаться вот этим вот передвижением транспорта Юницкого. Поэтому это просто замечательно, поэтому еще и здесь контюбинговая труба. Это сделали для заказа для Швейцарии. Там еще более легкая трасса, там вообще двухместный такой, как бы, в общем-то, да. Вот, и тут Юни, как он называется, вылетело для Швейцарии. Юнилайт, ну, Юнивинт, вот я. Да, 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 да. Юнилайт, Юнилайт. Вот, тоже. Юнивинт. В общем-то, возможности разные, действительно, транспорт настолько разный, что действительно для любого, в общем-то, для решения любой задачи. Ну, вы можете сказать, ну, что там, а вот что, инновации других нет. Действительно, вот я вот так посмотрел, инноваций в транспорте много, в транспортной сфере, да. Давайте тоже рассмотрим, тоже мы такую делали презентацию когда-то. Я вот несколько слайдов вам выбрал. И, конечно же, так как мы вещаем для Беларуси больше, я не мог обойти Беларусь. И вот у нас, видимо, вау, вышли на улице Минска электробусы. Вы знаете, вот кто я, например, иногда пользуюсь электробусами. Действительно, тихоходные сейчас кондиционеры работают, все замечательно. Видите, они тоже подъезжают, там батареи есть, все заряжается. Действительно, очень здорово. Транспорт чистый, красивый. Видите, даже дизайн очень интересный. И даже вот тут розетка вон белорусская поставлена. Там даже можно зарядиться тут, я не знаю, подзарядить смартфон свой. В общем, все замечательно. Да, даже можно поутюжить. Я думаю, что эта розетка выдержит. Поутюжить даже можно. Вот, замечательно. Дальше. Есть у нас так называемые вот Белазы, да. Вот, тоже. Самые крупные там, одни из самых крупных самосвалов. Вот, видите, там тоже есть беспилотный Белаз. То есть, вот, видите, можно управлять с помощью джойстика, компьютера. А можно вообще просто включать беспилотный режим. Вот такие вот махины тоже двигаются, да. И вот, в общем-то, вот такой вот замечательный тоже транспорт делается. Дальше. Вот, пожалуйста, КАМАЗ. Не забудем мы, россиян, да. Тоже оснащен четырьмя типами сенсора. Видеокамеры, радары, лидары и сонары. Вот все, что есть. И тоже вот авторобот такой вот. Он тоже оборудован несколькими системами связи. И Wi-Fi там, и 4G, и 5G, наверное, уже скоро будет. Вот, вот, и у КБ, в общем-то, все. И вот это... Ну, это сзади сфотографирует. Это такой, я не знаю. Где кузов? Вот так вот. Где кузов КАМАЗ? Вот, кузов. Ну, тут может быть для другой какой-то. Может быть чиновников возить на этом КАМАЗе. Я не знаю. Когда щебень возить. Вот, ну, чтобы вот щебень возить. Вот такие выпустил шведский концерн, да. Называется iPod, да. Вот. Очень такой, тоже очень красивый. Но меня больше всего удивило, да, что, кажется, здесь это написано. Да, вот пока он сейчас движется по дорогам, то есть там не надо водителя, как вы понимаете, да. Но движется он со скоростью всего 5 км в час. То есть пешеходный, скажем так, такой вот, не знаю, беспилотник, понимаете. Пешеходный беспилотник, да. Но, конечно, выглядит шикарно. То есть все идет к тому, что вот все это, в общем-то, бизнес считает деньги. Когда вот эти пандемии, когда нужно всякие там, кому-то прививки надо спутник Ви, кому-то надо там, я не знаю, как Астрозенек или как там там, вот мне сегодня Кумама, я говорил с Америки, да. Кому-то китайское, например, эти пускают, эти не пускают. Тут все, вот автомобиль едет, проверили груз, и он дальше поехал даже со своей скоростью 5 км. Ну, звучит, красиво выглядит, вот. И надеемся, что, конечно, скорость, она будет постепенно увеличиваться. Ну, вот, пожалуйста, Вольво выпустил такие вот контейнеры в порту перевозят, да. Тоже нету пилота. В общем-то, все управляется джойстиком тоже, вот, в общем-то, красиво. И действительно не требует вот ресурса человеческого. Я имею в виду, что вот для конкретного, вот, не надо водителя там внутри. То есть все управляется через монитор. Дальше. Вот стартап был беспилотный грузовиков ИКИ, да. То есть это такая версия стартап, который, в общем-то, был основан сотрудниками, вот, экс-сотрудниками Apple, Google, Uber. Вот, и цель, вот, зарабатывать деньги не только на беспилотном доставщике, но и на робофурах. Вот, видите, там целая фура, туда можно загрузить все, что угодно. В общем-то, и она передвигается. Вот, как сейчас у нас мальчики в основном ездят такие вот, и девочки там садятся на велосипеду. У кого-то там мопе этот самый электроскутер, да. У кого-то велосипед, у кого-то электровелосипед. И вот сзади возят такие вот квадратные коробки. Там тоже доставка грузов, да. Вот тоже сейчас такая вот. То есть, в принципе, все уходит в то, что убрать человеческий фактор. И вот, пожалуйста, заказывают. То есть, приезжает такой автомобиль, ты открываешь его, берешь свои там вещи какие-то там и так далее. Может, там какой-то код стоит, чтобы открыть это. Ну, такое вот есть. Ну, китайцы вот тоже пошли там, называлась, кстати, и Швеция Жнец там, в общем-то, да, и вообще Песец так можно назвать, да. В общем-то, все тоже. Тут тоже вот по типу того, что можно из четырех модулей собрать вот такой грузовой. Можно его отдельно запустить там, если маленький объем какой-то там перевести, допустим, какой-то небольшой там. Можно сделать такой двойной. В общем-то, все зависит от того, насколько велика та или иная, в общем-то, перевозка. Да, если это там холодильник, то две. Если там, тут даже можно модуль сделать тоже, пассажирский автобус сделать. В общем-то, в таком ключе это тоже вот модуль, да. Вот, то есть, в принципе, мир движется действительно вот в таком направлении. Ну, вот в Китае еще сделать такой автобус-тоннель, да, когда вот он движется. Ну, это, наверное, у них тоже такие там огромные улицы широкие, там желательно прямые. И вот он едет по своему конкретно полосе, там левая сторона и правая сторона, а вот под ним могут проезжать автомобили. То есть, он, в общем-то, везет людей. Ну, вот машины так вот проезжают. Это тоже вот такое решение, вот как уйти от этих заторов, потому что люди едут на работу, их надо много везти, там этих миллиард этих китайцев, да. А вот у кого частный транспорт, они вот там будут или там проезжать, либо стоят в пробках, ну, в общем-то, он будет объезжать. Вот такое решение. Вот. Ну, не обошли мы, допустим, беспилотные автомобили Tesla. Я, кстати, стал тоже интересоваться вот такими электромобилями. Сейчас можно заказать в Германии. И там три комплектации есть. Есть, что ты, в общем-то, должен, ну, в общем-то, подешевле, там 35 тысяч, допустим, я не знаю, там надо сейчас уточнить, сейчас не буду обманывать. Это вот просто там, да, ты там покупаешь, да, электромобиль Tesla, и, в общем-то, вот такая ты там сам рулишь. Потом есть такой совместный, да, то есть можно автопилот, но ты должен контролировать. А есть вообще Tesla, там самая большая комплектация, когда вот у него все там радары везде расставлены, и ты, в общем-то, да, можешь руки положить на колени, и, в общем-то, он будет, этот автомобиль Tesla будет рулить вместо тебя, вот, ориентироваться и так далее. То есть это наибольшая стоимость, поэтому я надеюсь, что рано или поздно мы такое приобретем, потому что, в общем-то, все к этому идет. Ну, и вот, так еще называют, что к 23-му году такие вот есть умные будут дороги, не знаю, может, они будут в Европе, может, она будет где-то на первопаянице такая, в общем-то, что не только Tesla, но и другие там автобусы, машины будут, вот, построена такая система, которая называется, вот, Vehicle to Vehicle, V2V, да, которые смогут поддерживать связь друг с другом. То есть 62 миллиона транспортных средств будут поддерживать связь друг с другом, поэтому уже не будут там водители ругаться, будет там машина А передавать машине Б, что я там на обгон иду, там, ты меня пропусти и так далее. В общем-то, искусственный интеллект, это все движется. И вот я однажды смотрел такую презентацию, и вот тоже один человек очень умный, хороший, и действительно, который продвигает Skyway, он задал вопрос. Это все красиво, а что будет, если возвращаемся вот к этой первой картинке? А ежели вот такое вот, да, и кто ж тогда вот в этом искусственном интеллект выйдет и лопаткой поработает, и расчистит эту дорожку, и поматерится в конце концов, да, ну, в общем-то, вот, понимаете, тут уже V2V не поможет. Тут уже скажут V2V, скажут стоп, и все, будет, и нам, в общем-то, так, остановится, и машина скажет, у меня такое не заложено в программе, на такой случай, на такой случай, да, у меня, говорит, там, вызывай дядя Вася, с лопаты приди, расчисти, или там, я не знаю, там, вызывай там что-то другое, вот такие вещи. Что же делать в этом случае? Какой тут V2V? Тут все будут машины, просто, наверное, сгорит все, электронное оборудование, и, наверное, тут же будет взрыв. Поэтому тут сами автомобили, они могут сойти с ума, если вот так вот всех поставить, скажут, все, двигайтесь, вы, в общем-то, в потоке, да. Переругаются. Ну, вы понимаете, да, я думаю, что все понятно вам, поэтому вот, в общем-то, до этого все было хорошо, пока, если бы не было так плохо, да, то есть проблема-то не в том, что водители там не уважают друг друга или пешехода у него, а проблема в том, что так много, что действительно в пробках люди проводят чуть ли не там не полу своего светового дня. Вот такие вот вещи. Ну, второе тоже интересное наблюдение, опять-таки, из этой нашей самой главной презентации, это, о чем мы говорим, расход топлива. То есть, как бы вы там не хотели, действительно, вот у вас супер-пупер машина там и так далее, там электро, там Тесла, там, не знаю, что-то там еще скоростное. Но если вы попадаете в поток, который движется со скоростью 20-30 км в час, да, то, в общем-то, у вас скорость остается по-прежнему. Но, опять-таки, о чем мы говорим, что расход топлива, помимо того, что мы не можем двигаться, даже если будет дорога хорошая, так она увеличивается пропорционально скорости, потому что и есть еще такое понятие, как аэродинамика, да. И вот в этом плане, действительно, Юницкий, выведя транспорт, электротранспорт на второй уровень, позволил вот этому воздушному потоку одинаково обтекать сверху и снизу. Что не дает, то есть он разрезает просто воздух, да, и спокойно движется, потому что если автомобиль загнать, вот, ну, то есть, вот, видите, сопротивление, в данном случае вот это вот асфальтное полотно, дорога, да, дает сопротивление 0,4. И в случае с транспортом второго уровня, который движется по стальным дорогам, по идеально ровной дороге, да, там сопротивление всего получается 0,065 тысячных. То есть, вот такое вот это, то есть, практически оно стремится, ну, понимаете, к нулю, да, то есть, не к нулю, но в 7-8 раз меньше, чем вот от полотна. И вот, когда даже показывают о том, что вот скорости есть, действительно, и люди на транспорте, я смотрел такие вот, когда транспорт, автомобильное средство достигает огромной скорости, там и 700 километров, и 800, но это должно быть, вот, идеально ровная поверхность, как правило, там берут солевое такое, в общем-то, озеро, которое высыхает, там вода потихонечку высыхает, и озеро соль, вот это вот, она идеально ровно получает, потому что любая какая-то кочка машины просто подскакивает, и вот этот вот поток воздуха на такой скорости просто переворачивает машину, и уже последствия нереальны. Ну, вот, вот это тоже вы должны понимать, что это колоссальные преимущества. Да, есть автомобили, вот, и я тоже хотел, специально привел такие вот, может, где-то там в Швейцарии, я знаю там очень много, вот, когда мы там жили, тоже много можно автомобилей. Вот я вам привел два автомобиля, один со скоростью 399 километров, да, в час движется, вот, другой может двигаться со скоростью 418 километров в час, то есть, да, вот, придумано, продумано, но стоимость, вот, допустим, вот, красненько это называется Salinas 7, да, стоит от миллиона долларов такая машина, да, ну, и вот последний, который вам привел 418, это вот длинное такое название, вот, GSSK, оно стоит 4 миллиона 800 тысяч долларов. Ну, если у вас есть желание покататься с такой скоростью, я правда не знаю, в общем, надо найти для начала такие деньги, потом найти соответствующую дорогу, потом еще надо кучу-кучу всего и так далее. Ну, то есть, есть автомобили такого экстра-класса, да, вот, и, в общем-то, да, пожалуйста, но где на такой машине, в общем-то, тут, ну, наверное, по крайней мере, не решит эту проблему, там, если доехать, да, из Минска в Москву, то, наверное, на такой машине по нашим дорогам, с нашими ограничениями, то есть, в общем-то, нереально. Даже вот в Эмиратах, там тоже, как бы там скорость не ограничивали, там, и 120, и 150, или в Германии, допустим, да, на автобанах, ну, конечно, с такой скоростью вы, в общем-то, не сможете проехать. А наш Юни-Лед, Юни-Флэш со скоростью 500 км в час доставит вас в любую точку со скоростью 500 км в час, да, еще раз повторюсь, да. Так что вот решайте сами, и будет стоить это гораздо дешевле, и я думаю, даже если вы в будущем когда-нибудь захотите приобрести себе такой Юни-Лед, и я вам всем советую это сделать, действительно, может быть, мы уже лет через 10 будем обладатели такого Юни-Леда, и, в общем-то, самое главное, знать, что мы всегда в безопасности. Вот это очень здорово. Так, моя следующая картинка, это вот это, да. Еще я вам хочу такую тему сказать, урбанизация причины, плюсы и минусы. У нас тоже была такая тема, но почему она все пересекается? Потому что мы все живем в городах, да, мы все с вами стремимся, вот сейчас в Беларуси все стараются попасть в Минск, а Минск, как говорится, вот он разрастается, строятся широкие улицы, строятся, в общем-то, большие микрорайоны, вот, допустим, Минск-Мир, да, вот тоже жена там восхищалась, восхищалась, когда мы туда поехали, вот оказалось, что действительно мур, человейники, да, человейники, вот такое вот действительно, потому что там деревца тоньше моего мизинца, которые повтыкали там, вот, кучу людей, огромные вот такие вот дома, в общем-то, и сразу желание там находиться пропало, потому что там, ну, фонтан там этот вот, как они назвали там, Минск-Дэнс там или как-то называется, не впечатлил он маленький по сравнению с другими фонтанами, которые мы видели, людей очень много, в общем-то, все толкаются, машину поставить негде, ну, в общем-то, красивая реклама, но когда там воочию появляешься, то, конечно, там печально. Вот, и процесс урбанизации начался вот с увеличения количества городов, со среднодоточения в них политической, экономической, культурной жизни, да, и вот, поэтому к 2030 году по подсчетам ООН 80% всего нашего отселения будут жить в городах. И вот сейчас действительно, в каких городах? Ну, давайте посмотрим, какие сейчас города. Действительно, вот красивая картинка, замечательно, я бы в таком городе хотел жить. Ну, давайте дальше смотреть. Вот что там хорошо, почему люди стремятся в города? Потому что там образование, естественно, там есть университеты, есть разные колледжи, можно повышать квалификацию и так далее. Это рынок труда, это большое количество вакансий, предложений, почему люди говорят, ой, да я из Гродно уехал, вот в Минск, а я уехал там даже с Витебска, а я уехал там, я не знаю, даже с больших городов, я уже не говорю про более мелкие города. Да, в Минске всегда больше, как говорится, вакантных мест, каких-то всегда можно найти, поэтому вот я говорю, вот стремятся даже в такой город, как Минск, я уже не говорю там про другие большие города. Сейчас вот в Москву, вы знаете, всегда ездили со всего Советского Союза, там всегда была работа, да, вот, и все это всегда стремится, потому что нужна работа. Квалифицированная медицинская помощь. Вы знаете, что в некоторых даже таких маленьких деревнях даже и фельдшера нету там, и вот там кто-то там, одна бабка там где-то кому-то помогает заговаривать, другой там какой-то там лекарь там, травник, допустим, вот, а вот такой, допустим, квалифицированной помощи люди опять-таки едут в областные центры, чтобы решить какие-то проблемы, да. Вот. Общество в мегаполисе многообразно позволяет находить домышленников, развивать интересное для себя направление. Здесь эту проблему частично решает интернет сейчас, но в целом, да, все-таки как бы хорошо онлайн не было, все равно вот мы с Лешей встречаемся, где-то все-таки поговоришь, и как-то по-другому все-таки это дышится и воспринимается. Ну и доступ к различным сервисам, развлечениям тоже в городах, конечно, гораздо их больше. Ну вот крупные-крупные города. Да, я думаю, почему вот эти города, я сейчас привожу в пример, это в первую очередь те города, которые надо разгружать. А раз их надо разгружать, дорог больше не построишь, поэтому это потенциальные города, где нужен будет наш Skyway. Это Токио, это Дели, это Шанхай, Сан-Паулу, Бразилия, Мехико, Каир, Египет и так далее. Мумбаи, Пекин, Осака, Нью-Йорк, Карача, Буэн-Эс-Айрес. Вот, практически во всех городах работу ведут наши, в общем-то, партнеры. Вот, и очень здорово, что это все движется. Вы знаете, и японское телевидение приезжало смотреть, и вот сейчас там, допустим, скажем так, в страны Латинской Америки, вот моя сестра ездила там и тоже очень большую работу провела. Вот, в Буэн-Эс-Айресе, в Аргентине давно уже там работала, вот тоже Наташа, моя тоже сестра. Вот, там очень большой интерес, но я говорю, что действительно, эти города, которые потенциально нуждаются в обновлении транспорта. Но есть отрицательные стороны. И, конечно, вот эта вот перегрузка, даже вот Анатолий Эдуардович в одном из интервью, когда он рассказал про линейные города, он сказал, что такое города. Города – это Клоака. И действительно, как бы там красиво не было, вы сами знаете, я там тоже бывал в таких местах, когда вроде красиво-красиво, а потом заходишь, в общем-то, чуть дальше от города, где эти спальные районы, и вот получается, можно в результате попасть вообще в трущобы. То есть там, где большие города, там есть, в общем-то, отрицательные все вот эти вот проблемы. И вот, допустим, даже такое здесь понятие, как урбанизация, равно смерти, да, потому что загрязнение атмосферы, это количество питьевой воды очень мало, да, это уровень шума. Вот даже сейчас у нас, в общем-то, мы живем вдоль Притыцкого, когда мотоциклисты, они просто разгоняются, и, в общем-то, будет по нескольку раз, потому что жара была, открываешь окна, вот, хочется дышать, но получается вот эти децибелы, они просто выбивают тебя, и благо, что сейчас нет школы, не надо рано вставать, поэтому можно, в общем-то, поспать и выспаться, если там, в общем-то, тебя ночью несколько раз разбудили, но проблема-то есть, поэтому большие города, это и это влияет. Вот, ну и вот трущобы, действительно, трущобы, это просто катастрофа, и вот несколько городов, которые, это Мексика, вот есть такие вот, да, 4 миллиона жителей, вот, живут вот в этих вот таких называемых домиках, 4 миллиона, представляете, в Минске 2 миллиона, а вот друг на друге построены, вот это вот, это так в Мексике, да, вот, далее в Бразилии есть такие, вот, трущобы, называется фавеллы у них, вот тоже смотрите, да, то есть, как-то даже тут люди разукрасили, хоть как-то себе там, я не знаю, такие, наверное, побогаще там, да, но это тоже вот такие вот муравейники, или, не знаю, термитники можно назвать, вот так они вот находятся, там же вот в Индии тоже, вот смотрите, целое есть, скажем так, Мумбаи, это вот столица нищеты и преступности всего мира, вот так вот рассказывают, показывают, вот, поэтому вот так вот люди живут, это да, здесь и сейчас, вот с той стороны, как бы, с того берега строится, красиво, да, а здесь вот так вот люди прозябают, вот, ну и, в общем-то, известный всем Египет, который все любят, вот там есть действительно такое, в районе Каира, есть целая каста заболинов, так называются люди, которые живут веками там, они собирают, сортируют, утилизируют мусор со всего Каира, и вот это вот называется город мусорщиков, то есть, это вот на самом деле так, видите, дети, ну, это действительно, вот, представляется целая каста, и вот это вот, в общем-то, это экологическая катастрофа, даже вот назвали, вот этот вот район зоны экологической катастрофы, вот, то есть, вот что такое большие города, вот, это тоже проблема, которая, в общем-то, нерешаема теми, в общем-то, умами, которые сейчас возглавляют правительство, которые решают проблему, возможно, выделяют деньги, но которые не доходят, и как бы там ни хотели, вот, в общем-то, нерешаема, поэтому, конечно, экономические последствия урбанизации, это и рост ВВП, то есть, когда города, да, и квалифицированная рабочая сила, рост среднего класса, да, рушатся деревни, но это созидательное разрушение, потому что якобы вот города там, все в городах, да, сфера услуг, развитие культуры, искусства, развитие банковского дела, больше туризма, больше возможностей для трудоустройства, больше возможностей для бизнеса, поэтому, конечно, понятно, чем больше город, если у тебя там какой-то товар супер-пупер, то, в общем-то, конечно, дорожка к тебе будет протоптана, и людей будет больше, и как в кафе, и так далее, вы понимаете, что это все здорово. Но что сделали китайцы? Китая большое расстояние, и много людей, да, там перегружены вот их города, да, и они вот тогда вот такие дороги тоже построили, вот они назвали виадуки, да, и вот это тоже я про это рассказывал, когда вот действительно такие вот колонны залитые, бетон, и, в общем-то, на таком большом расстоянии вроде даже смотрится ничего, да, вот, но когда вот смотришь с одной стороны такого-то городок, вот на верхнем кадре, да, с другой стороны вот такой вот, а вот между ними такая вот дорога, то, ну, представьте, теперь наш Skyway, да, то есть там скорость его сейчас до 300, они снизили километров, но что это дало? Это дало Китаю то, что людям не надо съезжаться в города, поэтому миллионы китайцев каждый день проделывают путь в сотни километров, потому что 300 километров в час, если вы живете там 100, 150, 200 километров, вы можете за полчаса, за 40 минут доехать до места работы в большой город, да, вот на таких скоростных поездах сделать свою работу и также за полчаса вернуться. Мы иногда вот по Минску там, если метро не используется, можно даже минут 15-20 на автобусе простоять, да, поэтому вот все любят, в общем-то, квартиры покупать вдоль метро. Вот я, в общем, в центр мне ехать всего 12 минут на метро, поэтому даже на машине ехать полчаса на метро 12 минут, поэтому очень удобно. И сейчас еще третью ветку сделали, в общем-то, это удобно. Но, в общем-то, решение вот такое необходимо было применять, и китайцы решили таким образом проблему. А почему у них вот этот вот бум начался, да, потому что рабочая сила, она не могла добраться. Вот они сидели на своих плантациях рисовых, но, в общем-то, их привлекли таким образом, построив транспорт. Поэтому транспорт – решение очень многих проблем, как государства, так и, в общем-то, проблемы перенаселения этих городов. Ну и вот Мухаммед бен Салман. Почему вы должны запомнить это имя? Потому что это наследный принц, наследный принц Саудовской Аравии. И вот он, в общем-то, такой пошел по пути Дубая, можно так сказать. Потому что я в свое время доезжал до Саудовской Аравии, да. В общем-то, там было страшно, потому что там все вот это нельзя, это не то-нибудь. Ну, мы были с одним таким важным товарищем, он там шейх был, поэтому как бы, ну, мы были под его защитой. То есть любой его там шаг там влево-вправо, то есть это как раз, поэтому ничего ты не понимаешь по-арабски. Ну, в общем-то, с ним можно было заехать, мы там вот, в общем-то, были. И, конечно, это страна конкретно, где там женщина, это вся в черном, все закрыто и так далее. Так вот, Мухаммед бен Салман, в общем-то, сейчас хочет немножко европизировать вот эту страну, да. Потому что, вы знаете, в Эмиратах можно ходить там, и люди, девушки ходят там, и, в общем-то, с коротким там, и плечи показывают там, и юбки там и так далее. Все, даже сейчас там и скандал был там, вообще приехали украинки сниматься, чуть ли не топлис там, поплис и так далее. Вот, но я к чему говорю, что он вот хочет, чтобы страна Саудия, Саудовская Аравия была тоже туристической, да, вот тоже стала туристической. Но самое интересное, вот его был такой спич, я вам сейчас его зачитаю еще раз, чтобы вы запомнили. На протяжении всей истории города строились для защиты своих граждан. Действительно, раньше так это было, крепость, и вот защищалась. Но после промышленной революции города ставили машины, автомобили и фабрики выше людей. В городах, которые считаются самыми развитыми в мире, люди проводят годы в пути. К 2050 году продолжительность поездок увеличится вдвое. К 2050 году одному миллиарду человек придется переехать из-за роста выбросов в СО2 и повышения уровня моря. 90% людей дышат загрязненным воздухом. Почему же мы должны жертвовать природой ради развития? Почему 7 миллионов человек должны ежеводно умирать из-за загрязнения? Почему мы должны ежегодно терять миллион человек из-за дорожных транспортов происшествий? И почему мы должны мириться с потраченными годами на поездки на работу? Вот он такие вот задавал вопросы. И он, вы знаете, мы в свое время показывали вам, что он решил создать город The Line, то есть линия. И вот в этом городе, там действительно линейный город, где не будет вообще транспорта, то есть не будет асфальтированных дорог. Там вот это все показали. Назвали его НИОМ. То есть вообще проект линейного города НИОМ. Вы знаете, НИО это новый, АМ это мульбара, кажется так, как это по-арабски. То есть это будущее, то есть новое будущее. И вот он, в общем-то, таким образом заявил. Но, смотрите, проблема была в чем, как я вот тогда еще рассматривал. Он решил весь этот транспорт пустить, как вот метро там у него. И будут все коммуникации проходить. Вот это вот прокопательство 170 километров, там и горы, и пустыни, и так далее. И он там, и якобы там автотранспорт будет двигаться, там и грузовой транспорт, там и как бы метро внутри. И вот именно он захотел, чтобы вот со скоростью 500 километров в час это двигалось, чтобы с одного конца города в другой, там, да, за 20 минут просекать. То есть надо 500 километров в час. И вот почему он приехал именно, вот Олег Зарецкий, вы видите. Потому что проблема построения Скайвея в разы дешевле, красивее, эффективнее. И вы сами знаете, вот у нас метро в Минске построили 4 станции, строили это 5 лет, да. Понятно, что, может, не хватало финансирования, но это очень большие проблемы вообще. Как, что, чего, подземные воды и так далее. Так вот, я говорю, что, возможно, будет переосмысливание того, какой транспорт должен вообще быть в городах. И, конечно же, не сравнить, что вы едете под землей и что вы летите над землей. Это совершенно разные ощущения. И нету клаустрофобии, нету вот этой боязни. Я уже рассказывал, что в Швейцарии больше всего швейцарцы боятся, это когда они въезжают в тоннели. Там очень длинные есть тоннели, и они всегда сразу напрягаются, они сразу вкладывают телефон, они едут. Потому что очень много случаев, когда, если какая-то авария, люди гибнут от недостатка кислорода, от того, что сгорает, от того, что туда помощь не проедет, там может еще валиться все. Поэтому вот это вот 170 километров под землей, это очень страшно. И действительно, оно бывает редко, но если оно будет, то это будет большая катастрофа. Поэтому лучше транспорт все-таки загонять не под землю, а пускать его на втором уровне. Вот, поэтому город Неом, это новое будущее, да, вот Мустагбаль, вот, да, вылетел из головы, это будущее. Вот, поэтому этот проект планируется, заложено на данный момент 500 миллиардов долларов. И как сейчас оно развернется, вот после этой всех пандемии и так далее, но к 2025 году вот первый этап города должен быть завершен. Да, поэтому ждем, конечно, мы 2020, экспо 2020, ждем страны Мена региона, вы знаете, даже туда уже чиновники российские ездили там, мэры городов и были действительно, вот я в прошлый раз вам рассказывал, что даже выставил именно Skyway из всего Дубая, он выставил в своем инстаграме Skyway, это мэр Красноярска. Вот такие вот вещи, то есть нет пророков самоотечества, до Беларуси они не доехали, зато они в Эмиратах наконец-таки увидели то, что они должны были увидеть еще в 2000, там, в 2001 году, когда в озерах это все строилось. Но вот такие вот у нас перипетии. И действительно, хочу повторить, что линейные города это не утопия, а закономерность. Человечество тогда будет развиваться, когда оно найдет решение вот этих вот городов. И действительно, вот это замечательные линейные города, они просто меня настолько вдохновляют, поэтому я себя уже представляю вот тут, что я буду жить в таком доме, вот. И я уже себе там визуализирую, и действительно очень мне хочется, чтобы это свершилось, и чтобы я еще обязательно, в общем-то, в недалеком будущем, могу так сказать, стал, в общем-то, обладателем вот квартиры в таком доме. И вам того желаю. Вот. Ну и закончить я хочу о том, что помимо американцев, помимо там, значит, вот румынского телевидения, там, французского телевидения, куча газет, куча репортажей на арабском рынке, приезжал еще и CNN. И вот CNN, они сделали действительно очень большой репортаж. И вот мне хочется вам в конце вот этой презентации сказать, что вот они так и отметили, что городская сеть Skyway может обслуживать 10 тысяч пассажиров в час при скорости движения транспорта в 150 километров. То есть это достоинство, они называют. Конечно, это колоссальное достоинство, такой пассажиропоток, такими маленькими, как бы, вот этими капсулами развести, но это действительно реально. Далее, в материале упоминается, что стоимость строительства одной километры трассы Skyway составляет 10 миллионов долларов, да, при этом, что мы говорим, это одна из самых таких больших, ну, это максимально, можно сказать, да, а для сравнения строительства такого же отрезка метро обходится намного в 150 миллионов, то есть в 15 раз больше. Проекта удается, ну, мы вам, я вам показал, как вот, почему там копать, нужно тут сваи возвозить. Вот такая вот ажурная трасса, она действительно для Skyway. Дальше. Стефани Хак, это ассоциированный партнер консалтинговой фирмы, заключает то, что SkyPods, бренд Skyway в Арабских Эмиратах, часто сравнивают с монорельсовыми канатными дорогами. Но SkyPods обеспечивает большую гибкость. В канатной дороге у вас одна машина, то есть одна, либо вы там сидите, либо там кабинка, и они все привязаны и так далее, да. И эта кабинка всегда движется с одинаковой скоростью. Сколько бы кабинок туда не навешали, они вот на одном расстоянии так и идут. И если встала канатная дорога, становятся все, зависают кто-то на высоте 20 метров, кто-то там где-то ближе, кто-то дальше от выхода. Но они все стоят, и пока вот это вот все колесо не запустится, то дальше здесь. В SkyPods же вы можете использовать множество различных машин на конкретную инфраструктуре. Вы сами знаете, что здесь может быть и грузовой транспорт, наверху скоростной. Допустим, дальше двигаться, допустим, со скоростью 150 км. То есть вот что такое действительно Skyway. Это действительно совершенно разные машины на одной дороге. Вот, и все движутся с разной скоростью. Если кто-то застрял, другая машина может подцепить и завести, допустим, до центра, где можно там и людей высадить и починить. А представитель центра UST, это Олег Зарецкий, подчеркнул, что развитие проекта не ограничивается только Арабскими Эмиратами. Мы видим, что наиболее многообещающие районы для нас находятся на Ближнем Востоке и Азии. В местах, где наблюдается естественный прирост населения, таких как Индия и Пакистан. Ну и я вам рассказал те страны, те города, где тоже миллионы и миллионы населения нуждаются в новом виде транспорта. Посему могу сказать, что это транспорт Skyway. Поэтому, дорогие друзья, вот такая вот красивая картинка, благодарю за внимание, что города будущего, благодаря Анатолию Дарвичу Юницкому, благодаря USKY, будут выглядеть именно так. И мы с вами одни из первых жителей этих городов. Благодарю еще раз за внимание. Да, бронируйте себе уже там квартирки на верхних этажах. Отличная презентация, Олег, здорово. Даже взял, казалось бы, обычную нашу стартовую. Да, замечательная, хорошая идея. Надо визуализировать, и чем у нас будет больше, тем мы быстрее сможем построить вот эти вот дороги. Спасибо за информацию, думаю, всем понравилось. Напишите там плюсики, поставьте. Спасибо вам за плюсики, спасибо за комментарии. Стоит ли ее кому-то потом, может быть, переслать или уже хотим такие домики. Да, да. Да, очень много интересного, поэтому я еще раз говорю, что сейчас новостей очень много. Не забывайте заходить в свою комнату, в свой кабинет, и там в новостях очень много выходит всего интересного. Много, да, сейчас вы слушаете других спикеров, Алексея Суходова, Владимира Маслова, Владислава Волкова. Действительно, люди, видно, как у них просто уже глаза горят, при том, что люди, в общем-то, в основном технари, но уже совсем другой у них голос, понимаете, по-другому звучит. Я, в общем-то, больше, более эмоциональный человек, но я говорю, что их вебинары тоже стали гораздо красочные, ярче. Вот, так что тоже слушайте этих спикеров и, в общем-то, слушайте Алексея, ну, мы еще не забывайте тоже. Да. Да. Ну, Алексей, ну, мы очень послушайте через неделю. Вот, а пока послушаем Олега Тарасова. Эти домики, еще раз, мысль пришла. Ну, что-то, да, ребят, сегодня у нас видео не пошло, мы, наверное, разберемся. Живут довольно-таки, вот, и они уже, по-моему, строят, пытаются строить такие дома в береговой линии, вот. Ну, а если соединить их транспортом таким замечательным, то вообще будет шикарно. Все, хорошего всем вечера. Ну, да, да. Следующий раз, скорее всего, мыслей, потому что пытались добавить видео, пытались добавить видео, там, что-то, что-то, что-то другое. Не забывайте инвестировать, проект у нас на 14.2 этапе, да, возможно, будет сразу 15 этап. Вот, я сейчас всем рассказываю, показываю, видео целая, в общем-то, тоже получаю огромное удовольствие. Люди удивляются, люди восхищаются, спрашивают. Вот, поэтому только вперед. Мы, да, да, мы с Лешей едем, везем мою куму с Америки приехала, она инвестировала, хочет завтра посмотреть, хотя бы через забор, но посмотреть, как. Да. Ну, Леша уже приготовил презентацию, так что, Леша, приглашайте людей в следующую среду, вот, Алексей будет с новостями. Всего хорошего, да, до свидания. Ну, уже есть хорошие новости по этому поводу, поэтому потом чуть позже расскажу. Спасибо. 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 Спасибо.